Что ж, вор, я тебя чую, я слышу, как ты дышишь, я чувствую твой запах. Наверняка вы помните микрофон от компании FIFINE, либо Fafine, как его только не называли, да, FIFINE, ёпта, K690, K670, K669 у меня первый был, и вот здесь у меня совершенно другая модель той же самой компании FIFINE, либо читай FIFINE, либо FIFINE, как угодно. Значит, understand your voice better, то есть пойми, услышь, почувствуй свой голос лучше. Sound quality, articulation and intentionability, ёпта, бля. Короче, якобы этот микрофончик должен быть крутым, стоимость его прям тоже крутая, по ссылке в описании можете, собственно, ознакомиться. И вот визуально, вот он мне напоминает Blue Yeti, серьёзно, он прям очень сильно похож. Смотрим. Чик. Вот так вот. Поставочка, конечно, моё почтение. Инструкция, как делом пользоваться, как подключать на различные пантографы, кронштейны и тому подобное. Показывается, где у нас, значит, кардиоиды находятся, значит, и тому подобное. Вы разберёте здесь, и вот, собственно, пожалуйста, направленность, значит, этого микрофона. И вот характеристики и спецификации можете остановить, на паузу поставить и, собственно, почитать. Опять-таки, здесь идут рекомендации, как лучше выстроить этот микрофон, чтобы у вас ничего не клиповало, чтобы не было затыков, да? Давайте его посмотрим. Ух ты, блин! Однако. Значит, здесь у нас вот так вот он поставляется на вот такой подставке. Тяжёленький, я вам хочу сказать. Хотя, может, это и подставка тяжёлая. Прям такой, увесистый. Здесь у нас переходник на другую, значит, резьбу. Пожалуйста, вот такой, на вот такую. Середина, опять-таки, должна тоже, блин, выкручиваться, насколько я знаю. Ну-ка. Вот так. То есть, абсолютно на любую стойку можно будет его накрутить. Пожалуйста, всё в комплекте. Есть все переходники. Какой бы у вас ни был пантограф, на него вы в любом случае его сможете прицепить. И здесь у нас, опять-таки, съёмный USB кабель. Это хорошо, потому что в первом K669 они налажали капитально. Они просто его из корпуса вывели. Здесь же он съёмный. И здесь он не как обычно, а здесь он на мини-USB, на USB Type-A. Блин, коробка такая хорошая. Прям, может, выкидывать жалко. Так, по самому микрофону. Здесь, во-первых, он держится на вот этой стойке. Давайте мы открутим и посмотрим, реально его вес. Потому что мне что-то кажется, что вес именно даёт эта самая подставка. Сам микрофон не должен столько весить, как он сейчас. Не, ну всё равно тяжёленький, такой увесистый. Такой прямо упитанный тварюк. Но всё-таки он не такой тяжёлый, как вот с этой вот подставкой. Сама подставка ещё вес имеет, да? Здесь управление, значит, у нас громкостью, чувствительностью микрофона. И здесь, опять-таки, есть возможность прослушивания. То есть здесь у нас бэмс. Есть ещё, опять-таки, клавиша мьюта. Это очень хорошо. И, собственно, снизу у нас выход на наушники. Регулировка вывода, значит, в наушники. И подключение данного микрофона. И, опять же, у нас резьба, которую мы, собственно, будем сюда вот так прикручивать. И ваш микрофон будет на стойке находиться вот так. Если вы не хотите пользоваться стандартной вот этой вот подставкой. У него есть прям регулировка. То есть он тык-тык. Он не падает никуда. То есть, смотрите, может тынц-тынц-тынц. В каком угодно положении он регулируется. И он в нём находится. Даже если ты трясёшь, он, собственно, никуда не девается. То есть, видите, да? Тыц. В таком положении. Это, в принципе, достаточно хорошо. Всё. Сейчас мы, короче, берём, тестируем на, естественно, голос. Многие будут брать именно для голоса. И возьмём пару инструментов и послушаем, как он справится с музыкальными инструментами. Такс, ну, сейчас мы выкрутили на самый минимум микрофон, да? То есть, немножко неудобно то, что регулировка находится вот здесь. То есть, с задней стороны. Но удобно то, что кнопка мьют. Я бы предпочёл, конечно же, лучше вывести всё это дело на одну сторону. Ну, как сделали, так сделали. Ладно. Давайте мы сейчас поговорим. Во-первых, давайте чуть-чуть помолчим. Сейчас будут софтбоксы шипеть только, да? Кулеры. Я думаю, их отчётливо было слышно, да? Расстояние здесь, ну, сколько? Ну, 20 сантиметров. То есть, я не вот так разговариваю. Если я буду разговаривать вот так, то, собственно, вы видите вот здесь на графике, то, что запирает это некомфортно. Вот на таком расстоянии прям классно. То есть, не нужно держать микрофон где-то лотять, чтобы всё это было слышно. Нет. Вот так достаточно. Но, если нам всё-таки этой громкости мало, то мы можем даже подбавить. Но сейчас, опять же, предупреждаю вас, будет громко, будет клиповать. Потому что я сейчас выкручиваю на максимум. И вы слышите, ну, это... То есть, поймите правильно, я сейчас, вот сейчас разговариваю шёпотом-шёпотом. То есть, еле-еле. И то расстояние я увеличил. То есть, если я ещё вот так подойду, то можно ASMR поснимать. Это прям, я не знаю. Ну, серьёзно, наверное, вот эти все вот мукманщицы, они именно вот такими микрофонами пользуются. То есть, ты понимаешь, да? Я предпочитаю всё это дело убавить вот на такую громкость. На самую минимум, скажем так. И чуть-чуть, скажем так, на середину в винде. И, собственно, сейчас вы слышите уже нормальный голос мой, который находится на расстоянии где-то 20 сантиметров от этого микрофона. И давайте мы с вами проверим на П. Ну, то есть, пыкалки, да? Как он будет реагировать. Зайка-попка. Писка-попка. П-п-п. Ну, я отчётливо вижу, что всё-таки воздух проникает туда. И, собственно, видно на графике, да? Писка-попка. Капуста. Капуста-капуста. Капуста это что у нас? Зайчик, да? Вышел зайчик на крыльцо почесать своё. Ну, что? Ну, как-то так. Но я вам всё-таки рекомендую надевать вот такой поп-фильтр. Для чего? Сейчас покажу. Ну, вот сейчас мы доцепили этот поп-фильтр. И сейчас я малость отдалю его, да? Чтобы показать, как микрофон, собственно, с этим поп-фильтром смотрится. Но, в принципе, со стороны, скажем так, моего взгляда смотрится довольно-таки неплохо. Это Люба говорит, между прочим, да? Если же с вашей стороны он будет малость ущербно смотреться. И давайте проговорим то же самое, да? Здравствуйте, дамы и господа! И добро пожаловать на радио-шоу «Распаковка-два-паковка». И сегодня в гостях у нас Мишка. А вы знали, что пыхтит, как пышка, пухлый Мишка. И как хлопка его залупка. Но я не знаю, что-нибудь такое. То есть можно спокойно как использовать какие-нибудь аудиоподкасты или что-нибудь типа того, да? То есть тут всё будет ещё зависеть только от вашего голоса, как вы его поставите. То есть вы можете его так озвучивать ещё таким более томным голосом. Или там, не знаю, озвучивать придурков всяких, вот таких вот, как в кино это делают. Но это уже будет зависеть, естественно, от ваших, скажем так, способностей голосовых. Но микрофон вполне себе достойный, как мне кажется. Уже стало, скажем, традицией, да, тестировать на вот этом замечательном инструменте под названием «Бузуки». Как будут записываться, значит, музыкальные инструменты. В частности, струнные, да, с духовыми. Я сейчас не буду тестировать, меня нахрен всего убивает. Но, собственно, давайте послушаем. Опять-таки градация. Пианиссимо, пиано, мецефорте, фортиссимо, скажем так, да, мецефорте. Давайте послушаем. Самого тихого и погоним. То есть расстояние где-то, ну, 30 сантиметров. Ивлеева бы заценила. Субтитры подогнал «Симон» Ну, где-то так вот звучит этот инструмент. И, собственно, если мы сюда сейчас еще наложим хольчик, ривер-рок, то это примерно будет... А сами представляете, что это будет. Это будет, возможно, степь. Возможно, море. Возможно, горы. Это уже зависит от вашей фантазии, да? Поехали. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Я думаю, достаточно будет. Ну, многие, наверное, узнали, да, последнюю... Что это было? Не напишешь в комментарии? На чего это очень сильно похоже? Откуда этот кусочек, отрывочек, а? Многие же в эту игру играли. Ну, как-то так. Что ж, вор, я слышу, как ты дышишь, я чувствую твой запах. Где же ты? Где ты сейчас? Выходи же. Не стесняйся. Выходи на свет. Что это я чую? Ты что-то принес? Что-то золотое? Что за прелесть? Вор, ты где? Я не собирался ничего у вас красть. О, Смаук, безумно богатый. Не собирался? Я лишь хотел взглянуть на твое великолепие, узнать, правда ли ты так велик. И как говорят в старых легендах, я им не поверил. А теперь ты веришь? Воистину легендарным песням под силу передать твое величие. О, Смаук, громаднейший! Решил, что прелесть спасет тебе жизнь? Ну, я думаю, вы поняли, да, откуда все это дело? Ну, как бы вот так можно, в принципе, вот я сейчас просто открыл там диалог Бильбо и Смаук. Вы можете вот так озвучивать, все что угодно делать, да? То есть, в принципе, микрофон мне понравился серьезно. На стримах теперь вот этот микрофон будет просто у меня на постоянку. 669 и 670. Но, возможно, для каких-нибудь сравнений более дешевых микрофонов они останутся. Как-то так, что думаешь ты относительно данного микрофона, скажем так, да? И всего того, что сегодня мы сделали, пиши в комментариях под этим видео. Возможно, еще какие-то будут новые микрофоны, мы будем их тестировать, будем заказывать, смотреть. Но конкретно вот этим микрофоном я остался доволен. А ты... Да, такое, да? Крошен, слушай, мне хорошо звучит, да? А знаешь, чё? Здесь я сказал Па-ху, а? Я сказал Па-ху-а? На шиписку На пиписку? Да Пиписку-пиписку. Вот где-то для себя у рта пиписки голла! НЕ! Серьезно, ты знаешь чё? Писал Пенца? Пенца тебя! Редактор субтитров А.Семкин